утро доброе друзья мои мы с вами рассвет встречаем надеюсь она это утро превратится в добрый день что не будем мы встречать из рассвет завтра послезавтра как-то не хотелось бы с машиной все в порядке есть один правда минус довольно таки большой комары сожрали честное слово маленькие такие паскудные откуда они взялись всю ночь жизни не давали окна не закроешь жарко дышать нечем вроде и гонял их это еще и не знаю вот как вот днем не было вечером вот как с магазина вернуться пришел машину сел там ужин там туда-сюда салатик как давай они тут летать их столько много стало кошмар инка не видит к болото какое-то рядом так нет ничего не знаю если не привезти господь тут до понедельника стоять так надо вот то ли место дислокации менять то ли что они тут да и взятый косточек не оставил за выходные бой не дай бог смотрите еще одну кожу нашел змеиную под машиной страшно выходить что какой-то тут змеиный рассадник нам вон две валяются тут я дальше не пойду короче вот такие у нас дела время 6 утра седьмой час он итальянцы начинает на работу съезжаться умываемся завтракаем ну и ждем команды очень хочется верить что все таки мы сегодня загрузимся вот стеклушка пойду помою прямо сейчас пока не забыл короче у нас тут видите как резко погода изменилась резко стало не жарко смотрится как гремит это щетку потерял это хорошая щетка огонь надо закинуть в палетник пока в прицеп заброшен у нас такая маленькая это вообще хорошая время уже 11 час пока стоим и как-то стоим очень грустно ну хоть не жарко стало мух повыгонял болен кошмар какой-то я не знаю если не приведи господь тут до понедельника то надо это сваливается отсюда днем мухи заедают дню ночью комары ужас тут он просто совсем у нас тут мог раздало смотрите в общем неизвестно шансы где-то 80 на 20 даже скорее всего 90 на 10 что мы зависим все говорит уже может быть куда-нибудь сваливая потом говорит нет что-то они там все-таки за икнулись я говорю ну что будем уже сваливать давай уже до вечера подождем свалить там и всегда успеем выходные длинные заикнулись типа уже оплатили ну а когда эти деньги придут за этот груз сидим пока до дуем чего вы чего вы бедуем неизвестно что сказать тряпка уже надоел возвращаясь я тут обратно ходил короче никто не до кого дозвониться не может не может все могут позвонить только до меня позвонил я получатель я пошел нашел главного который должен отправитель передал трубку они там разговор разговаривали минут десять из моих познаний английского я понял только одно что мы в заднице и причем большой время 14 часов местного и стоять нам тут до понедельника через час уже рабочий день закончится как и рабочая неделя никто по выходным грузить не будет естественно деньги если они сегодня откуда-то вышли то они явно сегодня не придут короче щас что-то все так хорошо начиналось и все как всегда получается ё-моё это чё такое я бы сказал бы хорошо что коровы не летают наверное да смотрите как нас тут пометили бабу обузы простой хорошо заплатит нет слов одни мысли и тени цензурные алис окончательно и бесповоротно сегодня нас уже все не загрузят валим ну а мы валим валим на ту стоянку на ту стоянку которой мы стояли зря мы сюда приезжали но мы приезжали за счетом что мы загрузимся расчет не оправдался это подожди время без десяти три через час десять италия закрывается для грузовиков вот за час десять на на туда приехать и желательно чтобы там еще и место поэтому сейчас там а помните какая же там пробка была вчера когда мы ехали на выезде с автобана все может быть что такая же нас будет и сейчас ожидать на следующем повороте поверните на яму на следующем повороте поверните на яму 54 километра мне рисует тут видите тут кругами там получается надо будет выехать и опять туда как-то попасть на автобан я даже не знаю как она здесь мне разрисовывает а нет она нас немножко раньше на автобан заведет вот но надеемся что нормально затащит 54 километра успеть так что вот такая у нас очередная засада а здесь ночевать невозможно сейчас будем больше возвращаться на бетонку за этим специально через варшаву не поим подгадаем чтобы мы ехали там днем заедем на бетонку надо купить посмотреть сетки на окна вот такая как у нас на люк от мух и купить вот этот специальный прикуриватель вставляешь и такие пластинки покупаешь от комаров потому что это было сегодня что-то шедевральное ночь меня крызли комары день не давали покоя мухи смотрится он духой наверно в хлам есть посреди дороги вычет и шатает так а меня как-то направо ведет грузовиком нарисовано прямо она все хочет так я направо свернутом грузовикам запрещено на этой заправочке оставаться тоже как не вариант даже не на это я там на следующий на другой потому что там хоть интернет есть на той большой стоянке бесплатный внутри одно радует чуть-чуть похолодало 24 градуса вот за эту заправку я говорил там есть место где стать как бы туалет тут все но тут нет интернета шеф дал добро играть езжай туда тебе говорит не просто стоянка нужна тебе нужна специфическая так то здесь вот можно как бы вот там вот припарковаться я думаю никто меня отсюда не прогнал но это не наш случай подбираемся к автобану мы как-то немножко с правой стороны заходим но мне же надо на другую полосу вот здесь кстати паркинг какой то есть смотрю грузовики стоят таможня наверное так второе то куда А, вот сюда, сюда Готовьтесь через 300 метров Держаться время 3 километра по стоянке Сейчас на автобан выедем Тикет надо взять Само собой Тикет наш И левее на моденну На баллоню Ой, с той стороны все стоит Нам ехать-то чуть-чуть совсем Ладно Или это не с той стороны все стоит Где-то все стоит А, с нашей стороны все стоит Или не стоит Но едет медленно Нам совсем чуть-чуть Здесь остается Которые нагрели Тут, я думаю, пропустят, правильно? Там автобан бежит, сейчас мы на него выедем и полтора километра и мы приехали. В принципе, я смотрю, туда и туда бежит, но мы, получается, вот так вот с этой, как бы, нам кругля взяли, короче, зайти нам надо. Так, наружка внутренняя, не знаю, в общем, на ту сторону автобана. Без пятнадцати, по времени успеваем, теперь главное, чтобы местечко было. Были потесетки от этих мух, да от комаров, это вся фигня, можно было бы там остаться, уже был с ним душем. Я вчера мылся, уже в понедельник опять помылся, где-нибудь выехал. Ну а так, до сих пор я гонял, 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 не выгнать. Сейчас будем опять выгонять. Ну что, есть у нас тут места? Есть! Места есть, так что все хорошо. Вон с той стороны, там мест валом. С этой стороны, вот даже, в принципе, места есть. Не, я поеду туда, где стоял. Мне понравилось, как солнце, так оно как бы днем, а вечером оно уже солнце вот туда прячется, и получается, что уже солнце в кабину не светит. День можно и у кафешки в этой просидеть. А стоять мне здесь сегодня пятница, суббота, воскресенье, и понедельник пока не дадут отмашку. Так же, наверное, я примерно на то же место и становлюсь, где и стоял. Есть где встать, есть, все, тут он рядом у нас, с нами, Славян. Я, наверное, тут и стоял. А, нет, я чуть-чуть левее. Вот этот пешеходный, я немножко левее стоял. О, Славян мог двери открыть. Все, закрываемся, окей, печать, точки, страна, завершение, Италия. Отработали. Ледом со мной туристы какие-то тут, видите, они уедут. Всем утро доброе. Субботнее. Сегодня будет жарко, судя по небу. Рядом со мной вот англичане стоят. Сзади вот это тоже англичанин. И это вот тоже праворуки яхту везут куда-то на море. Что-то они, видно, вчера хорошо посидели. Они в той машинке сидели вдвоем. Поздно. Я поздно спать ложился где-то в первом часу ночи. Они еще там музыка. Все дела. Видно, хорошо отдыхали. Пятницу отмечали. А сейчас один что-то бегает. Видно, слегка подколбашивает его с утреца. Вот. Ну что, у нас суббота наступила. Сегодня день, завтра день. Перекантоваться. Надеюсь, что на этом все. Еще не нам пришлось на улице расположиться. Но в всяком случае пока. Время 20 минут с 9. Видите, очередь на заправку зайти. Все забито. Вся стоянка легковыми забита. Вы просто посмотрите, сколько здесь людей. 20 минут 9 суббота. Смотрите, какая колейка. Обалдеть. Куда они все едут? 20 минут 9. Чего им не спится? Жесть. Я представляю, что там внутри делается. Всем доброе воскресное. 26 июля. Мы рассвет встречаем. Кто это тут к нам приехал? Рэв какой-то. Сейчас будет весь день гудеть. Видите, англичане наши стоят. Он за мной стоял, приехал сюда. Рядом стал с корешем своим. Вот там он, Вольва синяя. Румынская. Девушка за рулем. Кировца к самоходу. Сегодня все будут здесь стоять. Никто никого не поедет. Только этот уехал. Вот здесь, где этот манн итальянский, здесь стоял автовоз. Автовоз уехал. Ночью, видно, можно по Италии еще было ехать. А может он местный? Не знаю. Сегодня все будут стоять. Сегодня запрет в Италии. Ну, вроде уже который день здесь стою. Тву-тву-тву. Все тихо. Я в плане имею в виду. Баки целые. Тент тоже. Землячок стоит. Витебский. На литовских номерах. Смотрите, что везет. Видите, железо. Никогда не догадаетесь, откуда он тащит вот это вот железо. Вот эти вот железаки. Он везет из Шотландии. Прикиньте, из Шотландии на юг Италии, туда вот, к морю. Самый низ этого сапога. Ну, это лестница. Я так понял, судя по этой лестнице, что она привязана. Кто-то спит там, внутри. Такое у меня складывается подозрение. Ночь. Решил провести на свежем воздухе. Прямо в этой яхте. Проверять не полезен. Вот. Пойдем сейчас в душ. Потому что пораньше решил подняться. Иначе сейчас опять начнется паломничество. И опять не получится. Вчера так я за день и не сходил. Там то занято, то не питься. Сейчас пока коллеги все спят. Паломничества тоже нету, надеюсь. Хотя он автобан уже гудит. Тут вчера пацаны фестивалили. Полночи. Я еще на часы смотрел. Временно было полтретьего по Москве. Значит, полвторого по Италии. Тут еще крик, шум стоял. Песни пели. Короче, в субботу праздновали народ. Пойдем. Тогда пока. Те, кто праздновали, спят. Потому что пойдут отмокать потом в душ. Ну вот, время 6 утра. Вы смотрите уже, сколько народу. Еще, конечно, не битком. Но через час тут будет опять полное паломничество. Те, кто праздновал свою вешать к Хотели, кто праздновали? Те. Их, летные печи. То, все landfill. И это только начало. Время 6 утра. Воскресенье. Что тут наши душевые? Ну, наши душевые открыты. Здрасте. Будем принимать водные процедуры. Итальянский автобан без грузовиков, братцы. Воскресенье. Никто не едет практически. Изредка могут встретиться бочки, которые топливо возят. Рэфы иногда. Очень редко. Ну, и эти, может, какие экспресс-доставки там, службы. Вот, на стоянку заезжало два скотаоза еще итальянских. Куда-то поросят. Ну, несложно догадаться, куда повезли. А так все. В основном, и Рэфы стоят, все стоит. Только редкие-редкие там у кого-то. Ну, такие, как цветы, там, ягоды, грибы. Такое вот. У кого-то оставка там почасовая. Они могут ехать. Ну, почта. В общем, эксклюзивные грузы. А все остальные стоят. А мы пойдем. Опять магазин. Сегодня магазины в Италии тоже работают до обеда. Пойдем пополним немножко. Тоже в холодильнике мышь повесилась. Столько времени. Уже неделю здесь. Ну, вот, что это поехало. Молоко, наверное, какое-нибудь. Вот таким можно. Самоогонь сейчас вот ехать по автобанам. Никого, я имею в виду, грузовиков. Никто не мешает. Ты никому не мешаешь. Пойдем, пройдемся. Вон скотовоз пошел. Ниссан Кашкай поехал. Пойдем опять в тот торговый центр сходим. Маску взял. Слава Богу. Научился уже. В кармане лежит. Все, вернулись домой. Завел баркас. Надо аккумулятор немного подзарядить. Да и все закрыто было. Представляете, на солнце. 30 градусов жары. Что мы тут? Будем резать салат. Будем есть бутерброды. с красной рыбкой. Ну а тут, куда не денешься, пришлось купить мясо. Вариантов нет. Кушать нечего. Будем жарить. 3,5 евро. 650 грамм. 4 куска. На 4 дня. По кусочку на каждый день. Сейчас салатик. Ой, помидорчики, огурчики. Тут всякие булки. Паста зубная. В общем, больше ничего интересного. Сейчас, пока мы тут охлаждаемся, кусочек мяска замутим. Я не знаю, показывать буду или не буду. Я не кулинар, как некоторые товарищи мои. Поэтому не знаю. Может покажу, что получилось. Если что-то получится. А нет, скажу, кадры пропали. Короче, сейчас пока замутим кусочек. Пускай там ватрем солькой, перчиком. Порежем салатика. Пока мы здесь охлаждаемся. Потом поджарим. Надо обедать. Холоденькая. Ой, с холодильничком. Просто. Как вот доктор прописал. 34 сейчас показывает у меня компьютер. Жарко. Пол третьего по Москве, пол второго по Европе. Хорошим языком чесать. Обедать пора. Жарится наш стейк. Салат готов. Стейк жарится. Водичка там закипает. На пюре картофельное. Ну, будем это порошковое делать. Картошку я варить не буду. Видите, кто стирается. То, чем занят. Народ отдыхает. ПХД. Парк и хозяйственный день. Завтра начинается новая трудовая неделя у всех. И мы сейчас пообедаем. И что? Примерно пойдем опять в ресторанчик. Заливать фильму. Вот так и живем. Я думаю, мяско у нас будет в средней прожарке. Пытаюсь умничать. Запах. Все. Выкладываем его сейчас сюда в салатик. И приятного нам аппетита. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!